Косуленку Бэмби именно так назвали его дети уже чуть больше одного месяца. Он дружелюбно играет, совершенно не боится людей и очень хорошо кушает. К самарскому зоопарку Бэмби уже привык. По-хозяйски ведет себя у вольеров, пробуя на вкус цветы из клумбы, а также уверенно держится перед камерой. Киношное наследство дает о себе знать. В зоопарк косуленка из леса привезли горожане. Поступок благородный, но опрометчивый. Детеныша лучше не отлучать от мамы. Если встретите где-нибудь в лесу под кустом вот такого вот детеныша, его не трогайте. Мама ходит где-то рядом и кушает. Она обязательно через некоторое время подойдет к детенышу и его покормит. С ним ничего не должно случиться. Поэтому просто посмотрите издалека и гуляйте дальше по лесу. А рядом резвится его ровесник – месячный серебристый черный лисенок. Его назвали пиксель из-за белого пятнышка на задней лапке. Это уже третье потомство у самарской пары серебристо-черных лис, которые водятся в Северной Америке. А в нашей стране только в заповедниках и зоопарках. Пиксель подрос, уже начал есть мясо, дружить с посетителями и всем нравится. Жить лисенок будет в компании огненных лис. Будут жить со своими друзьями огневками, лесятыми огневками, которые не так давно тоже родились пораньше, чем он. Уж постарше на месяц. Но, тем не менее, уже достаточно дружны, играют вместе. Соответственно, и жить будут тоже вместе. Хотя горячая пора рождаемости в Самарском зоопарке уже прошла, сотрудники в ближайшее время ждут еще пополнения. Андрей Горгуленко, Сергей Баскин. События.